Я приветствую радиослушателей и телезрителей телеканала «Комсомольская правда». Сегодня самый главный гость нашей студии – это Татьяна Алексеевна Голикова, глава Минздрава. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам, несмотря на жесткий министерский график. Татьяна Алексеевна, ну что ж, начнем прямо сразу с самых главных вопросов, которые волнуют не только нас, журналистов, но и всех наших, безусловно, наших телезрителей, слушателей и читателей. Вот последние два, наверное, года можно назвать реформаторскими для нашего здравоохранения, как мне, по крайней мере, кажется, именно не революция, а реформы. Вот хорошее такое слово – реформы. Были приняты законы и постановления, которые так или иначе очень сильно повлияют на оказание медицинской помощи. Как вы считаете, как вот ваша оценка, какие из принятых законов и нововведений наиболее сильно изменят жизнь наших граждан и они почувствуют это? Вы правильно отметили, что за последние два года, 10-11-е, были приняты серьезные изменения в законодательном регулировании, в системе здравоохранения и в системе финансового обеспечения здравоохранения. Это, конечно, закон об обязательном медицинском страховании и об охране здоровья граждан, но оба закона в новой редакции. К сожалению, на протяжении 20 лет эти законы не менялись, и принятые в начале 90-х, они, естественно, претерпели существенные изменения, жизнь ушла далеко вперед, и мы отстали, по сути, в правовом регулировании от того, какие вызовы нам диктовала сама жизнь. И на сегодняшний день мы постепенно, и тот, и другой закон, они имеют свои переходные периоды, и это связано с тем, что сфера достаточно чувствительная, финансово емкая, постепенно принимаем нормативные акты и вводим одну за другой новые нормы, которые касаются и самого функционирования здравоохранения, и, как я уже сказала, его финансового обеспечения. И, безусловно, основные перемены будут происходить в 2012-2013-2014 годах, но и до 2017 года мы еще будем вводить изменения, которые касаются тех перемен, которые вытекают из принятых законов. Ну, собственно, о каждой из таких перемен можно говорить отдельно, это самостоятельная тема, но каждая сама по себе интересна и значима для наших граждан. В прошлом году был принят закон обязательного медицинского страхования, и вот как на ваш взгляд, я понимаю, что закон, он должен быть подкреплен нормативными актами и должна заработать эта огромная машина, но как на ваш взгляд он начал работать? Может быть, есть какие-то проблемы, где-то что-то затормаживает, и, может быть, вы назовете причиной? Ну, вы знаете, мы изначально планировали, что законы в обязательном медицинском страховании и законы по охране здоровья граждан, они будут приняты в один год. Но жизнь распорядилась по-другому, и получилось так, что законы в обязательном медицинском страховании, которые, по сути, являются финансовой основой здравоохранения, ну, значительную часть, он был принят раньше, и вся подзаконная база была принята. То есть с точки зрения каких-то проблем в его введении у нас не возникло, и сейчас он постепенно, там тоже есть свои этапы введения отдельных норм, он работает, и никаких проблем нет. Единственное, что сдерживало, это отсутствие, как мне представляется, двух ключевых моментов, которые получили свое отражение в законе об основах охраны здоровья граждан. В законе об обязательном медицинском страховании был продекларирован выбор врача и медицинской организации, ну, и, соответственно, страховой медицинской организации. Норма по страховой медицинской организации заработала, потому что она подробно прописана в законе об обязательном медицинском страховании и соответствующих подзаконных актах. А выбор врача и медицинской организации – это как раз закон об основах охраны здоровья граждан. И сейчас, вступив в силу с 1 января 2012 года, для наших граждан это означает, что в 2012 году, для 2013 года они смогут выбирать врача и медицинскую организацию. Правила сейчас проходят такого выбора, соответствующее согласование. У нас по закону полугодовой срок на принятие нормативных актов по тем позициям, которые вводятся в 2012 и 2013 годах. И мы рассчитываем, что уже летом граждане смогут совершенно спокойно выразить свое волеизъявление. И второй момент, сущностный, который нам хотелось, чтобы он заработал раньше, но в связи с, опять же, поздним принятием основ, не основ, а закона об охране здоровья граждан, и некоторая задержка с введением. О чем идет речь? Речь идет о том, что у нас очень сильно дифференцированы регионы по уровню оказания медицинской помощи и по уровню финансового обеспечения этой медицинской помощи. Во многом это связано с тем, что система изначально была достаточно сильно децентрализована на уровне регионов Российской Федерации и на уровне муниципалитетов. И финансовое обеспечение ряда регионов, как вы знаете, оставляет в России желать лучшего. Есть высокодотационные регионы, и поэтому уровень дифференциации показаний медицинской помощи составляет более 20 раз. Можно себе представить, что где-то очень высоко обеспеченные могут себе позволить многое, даже излишнее, а где-то совсем сводят концы с концами. И ключевым было то, что законом обязательного медицинского страхования, являясь финансовой основой, в течение определенного периода времени должен выровнять эти финансовые условия. А закон об охране здоровья граждан дал нам возможность на федеральном уровне принимать решения о единых порядках и стандартах оказания медицинской помощи с точки зрения содержательного оказания медицинской помощи и определенного набора медицинских услуг, которые должны предоставляться гражданину, страдающему тем или иным заболеванием. Это очень сложные институты, которые надо вводить. Но, скажем, стандартов таких, которые нам предстоит ввести, их более тысячи. Они, в принципе, были подготовлены. Подготовлены они врачебным сообществом, нашими ведущими специалистами. И вот сейчас они начнут постепенно приниматься, потому что право на их принятие у нас появилось только с 1 января 2012 года. А уже для регионов Российской Федерации и для их учреждений, и, соответственно, врачей и пациентов полностью обязательными к введению они становятся с 2013 года. То есть они должны будут уже перейти в 2013 году на вот эти новые обновленные стандарты лечения. Татьяна Алексеевна, а вот если чуть поподробнее о праве граждан выбирать себе врача. Насколько я знаю, в начале прошлого года очень бурно обсуждалось это сообществом, и медицинским, и экспертным сообществом. И были как сторонники, так и противники. И назывались как плюсы, так и минусы. Я понимаю, что сейчас оттачивается этот механизм. Но не могли бы вы объяснить для наших слушателей и зрителей, каким образом человек сможет выбирать врача? И как вы считаете, готовы ли наши граждане к такому выбору, к такому праву? И врачи, соответственно, тоже. Первое, с чего бы я хотела начать, это даже не сам выбор. Это модернизация здравоохранения, которая сейчас проходит. Было очень много споров по поводу того, что в систему обязательного медицинского страхования приняли решение направить еще 2% от фонда оплаты труда с работодателей. И был выбор, отправить это на увеличение тарифов оказания медицинской помощи сразу же, или все-таки дать какой-то переходный период для того, чтобы привести в порядок учреждения здравоохранения всех уровней, соответственно, оснастить их современным оборудованием и дать возможность врачам пройти соответствующую подготовку и переподготовку, исходя из того, что тотальное обновление оборудования в рамках этих программ модернизации. Почему это было сделано? Это было сделано, потому что из плохого выбирать плохое – это достаточно сложная задача. И граждане, в общем, перед достаточно сложным выбором стояли. Может быть, очень замечательный врач, но учреждение, которое не способно предоставить надлежащего качества медицинскую помощь. И поэтому было принято решение, чтобы во всех регионах страны в течение двух лет были реализованы как раз те самые мероприятия по модернизации. Одиннадцатый год прошел, сейчас мы подводим итоги. Я думаю, что скоро мы уже поймем результат первый, но и еще целый двенадцатый год. То есть я начала с этого, потому что все учреждения за счет федеральных средств и за счет региональных средств должны быть приведены в порядок. Ну, если не все сто процентов, то значительная часть. И оснащены оборудованием. Кроме всего прочего, закон об обязательном медицинском страховании диктует обязательность информирования пациентов по поводу того, какую конкретно помощь и в каком лечебном учреждении они должны получать. Это касается и обычных стендов, к которым мы традиционно привыкли в лечебных учреждениях, и сети интернет. К сожалению, у нас не во всех лечебных учреждениях есть сеть интернет, но программы модернизации тоже это предполагают. И одиннадцатый, двенадцатый год, это еще и тотальная информатизация медицинских учреждений. То есть в каждой больнице будет интернет. Обязательно, с тем, чтобы выходить свободно, с тем, чтобы была возможность электронной записи к врачу, электронного ведения медицинских документов и так далее. И получив надлежащую информацию, гражданин вправе на территории своего проживания, то есть официальные приписки, выбрать учреждение, поликлиническое, которое у него находится здесь на территории. Это не значит, что он должен ехать в какой-то другой регион и выбирать. Я имею в виду оказание амбулаторной медицинской помощи. Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, что нам нужно вызывать врача в случае чего. Нам нужно, чтобы он был в доступности. И, соответственно, выбирая из того перечня учреждений, которые есть на территории, на которую он прописан, он сообщает об этом, заявляет о себе, фиксирует страховая медицинская организация, поскольку у него есть полис обязательного медицинского страхования. И страховую медицинскую организацию он тоже может менять только раз в год. И после того, как он осуществил выбор, это становится его учреждением. И, соответственно, того лечащего врача, который он там выбрал, его лечащим врачом. Что касается стационарной медицинской помощи, то каждое амбулаторное учреждение имеет определенный набор стационарных учреждений и в нормативных документах устанавливается. Если речь идет о плановой медицинской помощи, то по плановой медицинской помощи есть конкретные сроки ее оказания. Если же гражданина не устраивают те учреждения, которые ему предложены, которые прикреплены к той поликлинической организации, которую он выбрал, он может выбрать другую, но при этом лечащий врач его должен предупредить о том, что ему, возможно, придется дольше ждать, если это плановая помощь. Что касается... Ну, это, естественно, все бесплатно, все, о чем я сейчас рассказываю. Если речь идет об экстренной медицинской помощи, то закон жестко устанавливает, что экстренная медицинская помощь, где бы гражданин ни оказался, должна быть бесплатной ему оказана в любой медицинской организации, включая частную. Система оплаты и как дальше это будет выстраиваться, это не должно волновать пациента, помощь ему должна быть оказана.